Привет, друзья! Еду на тренировочку и, как всегда, пообщаемся с вами на интересные животрепещущие темы, на вопросы, которые вы задаете. И сегодня такая очень одна важная деталь касаемо снова румынской тяги. Ну, во-первых, напомню для тех, кто не в курсе или подзабыл, что румынская тяга это та же тяга на прямых ногах, но я всегда говорю, что мне не нравится название тяга на прямых ногах, потому что никогда, ни при каких условиях нельзя делать ее на прямых ногах. Если, конечно, вы переживаете и беспокоитесь о нижнем отделе позвоночника. Если делать румынскую тягу именно на полностью распрямленных ногах, то нагрузка на поясничный отдел позвоночника очень сильно возрастает. О чем сегодня хочу поговорить? Мне часто пишут в упрек, что мои ученицы опускаются недостаточно низко. Якобы некоторые проатлеты встают даже на подставку, на степ, для того, чтобы опускаться ниже. Друзья, на самом деле все это от безграмотности. Не хочу сказать, что я самый умный, но просто технику изучаю досконально, любого упражнения. По крайней мере, настолько, насколько это возможно в наш информативный век. Почему такие заблуждения происходят? Почему многие тренера так поступают? Все очень и очень банально, просто и смешно одновременно. Если бы не было так страшно. В чем же причина? А вы сами задумайтесь, почему многие советуют и почему многие опускаются низко. Все очень просто. Техника выполнения тяги начинается и трактуется такими людьми, кто опускается низко, совершенно неверно. Для них тяга это наклон. А я уже не раз говорил, что румынская тяга и упражнение good morning с добрым утром или наклоны со штангой на плечах, это, друзья, не наклон. Наклон происходит уже второстепенным движением и является как бы побочкой того, что вы уводите таз далеко назад. Начните концентрироваться именно на уведении таза назад. Прям далеко-далеко назад. Вы должны отклониться настолько, что носочки ваших кроссовок могут даже слегка отрываться. И тогда вы прочувствуете всю суть движения. А суть заключается в том, чтобы при максимальном напряжении растянуть бицепсы бедра. Если вы так поступите, то вы почувствуете растяжение и напряжение в бицепсе бедер, даже вообще не используя никакого веса. И опускаться глубоко вам не придется. Не нужно будет давать лишнюю нагрузку на поясничный отдел позвоночника, тем самым провоцируя возможные травмы. Не нужно нам этого делать. Просто необходимо грамотно сосредотачиваться на выполнении упражнения. И не будет никаких проблем. В общем, попробуйте в следующий раз, выполняя румынскую тягу, не делать наклон. Представьте, что вы стоите у стены, и вам нужно пробить ее вашими ягодицами. Далеко-далеко оттолкнуть ее от себя. За счет этого получится наклон. И многие пишут, что я говорю, руки должны не работать, висеть свободно. Да, но опять-таки, если вы будете делать неправильно технику, вам придется напрягать руки, чтобы приводить гриф к ногам. Вы знаете, что чем дальше гриф от ног, тем снова та же проблема. Возрастает нагрузка, возрастает напряжение в пятом позвонке. Именно в нем, в основном, происходят проблемы, грыжи, протрузии. Так что, друзья, получается, если вы грамотно разбираетесь, понимаете все технические нюансы, мельчайшие технические нюансы, то у вас нет никаких проблем. Вам не нужно глубоко напрягаться, чтобы прочувствовать напряжение и растяжение бицепса. Вы не напрягаетесь для того, чтобы удерживать штангу возле ваших ног. Если у вас все это есть, то вы неправильно выполняете вашу технику. Как избавляться от этого? Я могу миллион раз вам об этом говорить, но я уже вам рассказывал, что самый лучший учитель – это вы сами. Самый лучший тренер, наставник. Но конкретно это ваш мозг. Что нужно для того, чтобы мозг заработал и контролировал вас гораздо качественнее и вообще контролировал вас в выполнении техники? Я уже не раз говорил и рассказывал. Повторюсь и сегодня. Снимайте себя с разных сторон. Конкретно для румынской тяги лучше всего подходят два ракурса. Это конкретно сбоку и сбоку и немножечко сзади. Можете снимать одновременно сразу на несколько камер, на телефон. И зная все технические характеристики упражнения, в данном случае румынской тяги, вы сможете самостоятельно увидеть себя со стороны. И когда вы увидите все то, о чем я вам говорю, все то, о чем вы прочитаете, изучая технику того или иного упражнения, вы просто будете поражены, когда на следующей тренировке или в следующий раз, даже в эту тренировку, между подходами просмотрите это видео, когда мозг подметит все вот эти маленькие, мельчайшие недочеты в технике, если они есть, он их сам устранит. И это несравнимо ни с чем. Обязательно нужно этим пользоваться. Обязательно, если вы хотите более-менее грамотно понимать, что, как, для чего происходит. Контролировать себя и быть уверенными, что вы все делаете грамотно. Особенно, если вы являетесь сами инструктором, тренером. Вы как бы тренируете третий глаз. Вы будете постоянно с помощью этого приема контролировать себя и видеть себя со стороны. Никак, к сожалению, по-другому не получится этого сделать. Просто не верьте мне на слово. Попробуйте. И обязательно отпишитесь, пожалуйста, в комментариях. После того, как попробуете. Или если уже пробовали. А я не раз об этом говорил. Вы наверняка, кто постоянно долго смотрит меня или читает, или просто слушает, видели, слышали, встречали, в общем, в моих работах, в моих советах, эту рекомендацию. Друзья, кто хочет получить от меня в электронном виде мои книги, а скоро это можно будет и в английском варианте сделать, пишите мне в личку, я расскажу вам, как приобрести книгу в электронном варианте от меня. Если хотите, чтобы книга была с подписью, в подарок кому-то хотите это сделать, обсудим это тоже в личку, пишите мне в контакт. И все очень доступно, просто и несложно. Точно так же, как и выполнение любого упражнения, на первый взгляд, самого тяжелого с точки зрения техники, но тяжести создаем мы сами и продажная, прогнившая фитнес-бизнес-индустрия, которую нужно искоренять, с которой нужно бороться. А как бороться, если не становиться самому грамотным, образованным? Никак. Поэтому, друзья, не верьте никому на слово, и мне в том числе. Читайте, изучайте, разбирайтесь. Если будете хотя бы знать немножечко анатомию, не нужно сильно обладать большими знаниями в биомеханике, для того, чтобы понимать, где и как, под какими углами безопасней работают те или иные мышцы и суставы. Поверьте, все это нами, тренерами, преподносится специально, чтобы придать себе значимости. Мне тоже приятно, что ко мне обращаются со всеми вопросами, на которые я даже не знаю ответ. Если мне это интересно, я просто начинаю разбираться, изучать этот вопрос. Мне становится интересно и возрастает как бы мои знания, мой уровень развития. И, естественно, растет наша корона на голове у инструкторов, у тренеров. Но вы сами можете во всем разбираться. И это, в первую очередь, нужно вам самим. Для того, чтобы оставаться здоровым, для того, чтобы тренировать других людей, если вы взяли на себя такую смелость и ответственность. Так что, друзья, давайте двигаться вперед вместе. Давайте развивать канал. Вы видите, сейчас очень много выкладываю роликов с моими учениками или с теми, кто тренируется по моим советам, рекомендациям. Не для того, чтобы повысить свой статус. Поверьте, вы видите, что эти ролики нравятся другим простым людям. Ведь каналов, где различные звезды, различные люди, которые известны в Инстаграм, в Фейсбук или просто выступающие спортсмены, их очень много. И я не хочу создавать еще один подобный контент. Зачем? Ведь этого добра настолько навалом, что вы можете посмотреть и в русскоязычном варианте, и в англоязычном. Тем более, что два таких канала, как JAB и Спортфаза делают это достаточно профессионально. Зачем делать мне это? Мне гораздо интереснее работать с простыми людьми. С людьми, которые никогда и не задумывались выступать на соревнованиях. И поверьте, основная масса людей, приходящих в тренажерные залы, никогда не захочет выглядеть настолько же огромным, как выступающий бодибилдер-профессионал. Но это просто на самом деле уродство. Я это осознаю. Но я сам уже настолько, не знаю, слово какое подобрать на русском языке, я сам уже повернут на этом. И мне кажется, что это уродство является нормой. Я не воспринимаю уже другие тренированные тела, ничьи и женские, не нормой. Но простые люди, приходя в тренажерный зал, хотят просто хорошо себя чувствовать, избавиться от лишнего жирка, быть привлекательными. Ну и, конечно же, улучшать, сохранять по возможности свое здоровье. Поэтому даже не переживайте, что кто-то сидит на фармакологии. Обсуждать это все бессмысленно и бесполезно. Те, кто находят оправдание, обращаю ваше внимание на слово оправдание, в фармакологии, это просто люди, ленивые жопы, которые не хотят тренироваться и будут находить все лучше, качественнее и правдоподобнее от маски. Зачем действительно тренироваться, если все выступающие спортсмены сидят на фармакологии? Ну а ты-то собираешься хотя бы раз выйти на сцену? Конечно же нет. Так зачем тебе это? Не находи отмазки. Ищи возможности для того, чтобы становиться лучше, становиться образованней. И только самообразование поможет нам избавляться от таких псевдотренировок, которых посты, вы видите, я выкладываю сейчас у себя в Инстаграм. Так что не нужно мне писать, что канал стал хуже из-за того, что я выкладываю подобные ролики. Нет, основной массе людей, которые подписаны на мой канал, это нравится. Если ты хейтер, тролль, сними сам видео, сними с чем ты не согласен. И если ты не просто пиздобол, то ты покажешь, расскажешь, и я гарантирую вот сейчас в прямом эфире, что я выложу это видео. Естественно, без оскорблений. Аргументированно, аргументированно расскажи, с чем ты не согласен, почему, как ты считаешь должно быть, как есть на самом деле. Мы все тебя с удовольствием послушаем и еще большим удовольствием покритикуем. Ну что, друзья, увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем пока!